Йоп, Ян. Для начала хочу обратиться к тем, кто пытается взломать меня и моих близких. Уважаю ваше терпение, но, похоже, вы не уважаете свое время. И такое чувство складывается, что вам 15 и вам хочется побаловаться. Если вы это смотрите, то вы должны понимать, что я не стою ни на чьей стороне. Ни на стороне властей, ни на стороне белых либо черных хакеров, нет. Я просто транслирую ситуацию своей аудитории. Как и что происходит. И считаю это важным. Важно это знать. У меня нет секретных документов. Я не топ-менеджер Газпрома. Я обычный человек. Я пользуюсь компьютером только лишь для того, чтобы писать сценарий топ-лис. Я настолько скучный, что смотрю русское порно. Понимаете? Я гетеросексуал. Я не понимаю, что вы хотите найти у меня, взломав мою почту или взломав почту моих близких. И этот выпуск, как и первый, он посвящен не вам. Ни в коем случае вот вообще вас это не касается. Вот я не про вас рассказывал. Я рассказывал про серьезных ребят и расскажу в этом выпуске, которые уважают свое время. Сегодня вы узнаете, какая самая трудолюбивая хакерская группировка в мире, сколько готовы заплатить за голову хакеры и еще куча всего интересного. И, конечно же, урок киберграмотности и как защитить себя. Прямо сейчас. Помните эту пирамиду? Забываем о ее первой части, погружаемся в целевые атаки и кибероружие. Целевые атаки это 10% от всех. Если вы стали ее жертвой, то я вас поздравляю. Нет, правда. Это сложнейшие атаки, на которые уходит больше всего времени. А выхлоп очень маленький, зараженных людей очень мало. Такие атаки нужно еще заслужить. Представьте, вы топ-менеджер большой транснациональной корпорации. Приехали заключать важную сделку. Поселились в отеле, персонал которого обещал вам максимальную безопасность и конфиденциальность. Но на самом деле, вас ждет необычное гостеприимство. Вы подключаетесь к местному Wi-Fi. Отель требует вашу фамилию и номер комнаты. После этого приходит обычное оповещение об обновлении приложений Adobe Flash. Вы нажимаете обновить. И вы действительно скачиваете обновление. Но вместе с обновлением к вам прилетает еще и бэкдор. Алгоритм, который дает хакерам возможность удаленно управлять компьютером жертвы. Теперь все соцсети, все мессенджеры, все сообщения в посте и пароли видите не только вы. Но это для хакера не главное. Цель хакера проникнуть в вашу корпоративную сеть. Ведь вы работаете в серьезной компании, которая, скорее всего, серьезно защищена. И попасть извне в нее почти невозможно. Помните, в первом выпуске я говорил, что лучшая атака это тогда, когда ты не понимаешь, когда тебя заразили. Поэтому вирус активизируется не сразу, а только тогда, когда вы вернетесь из командировки и зайдете в корпоративную сеть. Эдакая бомба замедленного действия, которая может подождать полгода, а потом взорваться. Эту атаку назвали Dark Hotel. И теперь мы с вами говорим о настоящем кибершпионаре. После операции злоумышленники тщательно подчищают все свои следы, удаляя файлы из роутеров отеля и растворяются во мраке. Однако следы Dark Hotel остались в сети. Вирус обнаружили в большом торрент-файле с эротической мангой. За полгода его скачивали больше 30 тысяч раз. Зараженный архив весил больше 900 мегабайт. Это большая редкость. Такая аномалия привлекла внимание экспертов лаборатории Касперского. Они взяли это в разработку и в конце концов цепочка привела к отелям в Азии. Жертвы Dark Hotel распределены по всему миру, но большая их часть находится в Японии, в Китае, России, Корее и Гонконге. И еще более странным показалось им, что вирус запускается не сразу, а в течение 180 дней. Dark Hotel звучит как название металл-группы, да? Есть еще вирусы Heartbleed, Thunderstrike и другие. Легко представить мерч с такими надписями в стиле металлистов. Есть даже забавный тест, в котором можно попытаться отгадать, вирус это или реальное название металл-группы. Вот, например, Asakub. Это вот что, металл-группа или троянец? Пройти тест вы сможете сами, я оставил ссылку в описании. Но есть и настоящие рок-звезды среди хакеров. Группировка Lazarus. Количество и разнообразие их атак поражает воображение. Вероятно, Lazarus Group это самая трудолюбивая хакерская группировка в мире. Их обнаружили в 2014 году во время атаки на Sony Pictures. Тогда в сеть утекли еще не вышедшие в прокат фильмы Ярость, Энни, Уильям Тернер и все еще Элис. Позже они создают новое оружие, о котором я рассказывал в выпуске «Как взломать систему». Вот на него ссылочка. Помогатель Вонокрай. Он шифровал все данные на компьютере жертвы и обещал расшифровать за вознаграждение. Либо ты кидаешь деньги, либо прощаешься с данными. Но на самом деле всегда прощаешься с данными. Но на деле получилась скорее игра мускулами. Ведь заразили полмиллиона компьютеров, заблокировали им данные, не вернули, наделали столько шуму в СМИ и почти ничего не заработали. Как это мы проверили? Легко. Атакуя, они оставили всего 4 крипто-кошелька для перевода денег. А так как это блокчейн и все транзакции у всех на виду, заходим, проверяем. 55,5 биткоина с 4 кошельков. 400 зараженных из 500 тысяч отправили деньги. Маловато для международной группировки хакеров. Это было сложное время для тех, кто занимается безопасностью. И они придумали способ защититься. No More Ransom. Проект сразу нескольких антивирусных компаний совместно с Европолом. На котором можно попытаться найти ключи для расшифровки своих файлов. В 2016-м Лазарус объявились снова. И напали не просто на банк. Да, банк для них easy. А напали на Центробанк. На главный финансовый орган Бангладеша. В планах было увезти 1 миллиард долларов. Но получилось вывезти всего 81 миллион долларов. Хакеры терпеливо ждали, пока кто-то из сотрудников банка посетит зараженный сайт. Где уже было 150 разных зловредов. Это произошло. И с помощью одного компьютера они пробираются полностью в сеть банка, смотрят транзакции, собирают все данные и выводят денежки. Как они попались? Все, как всегда, тупо. На пятой транзакции они совершили опечатку. Вместо шалика foundation они написали шалика foundation. На этом этапе можно сделать вывод, что, наверное, они плохо знают английский. Или притворяются. Тогда зачем? Сотруднику немецкого банка, через который проходили деньги, показалось это ненормальным, такое название. И он позвонил в Бангладеш с просьбой узнать, все ли в порядке. Там ему сказали, что такой организации просто не существует. И он заблокировал перевод. Но на этом лазарус не остановились. И следующая их атака была на южнокорейские криптобиржи. Трейдеры скачивали клиент, он нормально функционировал. Потом они скачивали обновления, а внутри сидел троянец, который полностью крадет кошелек. Лаборатория Касперского увидела вредоносный код. И их специалисты попытались связаться с компанией, выпустившей программу. Мол, ребят, мы видим, как вас взломали, да, давайте что-то предпринимать. Но им никто не ответил. А когда они решили проверить адрес компании, оказалось, что он ведет куда-то в леса Амазонки. Но как стало понятно, что за всеми этими атаками стоят одни и те же люди? Часто хакеры используют одни и те же строчки кода. Известно, что вообще программисты ленивые. И зачастую они используют один и тот же прием. Вот тут одинаковые целые блоки кода. Стиль Лазарус стал узнаваемым. Они также спалили свое местоположение. Часовые пояса азиатские заходят в интернет из разных частей мира с помощью VPN. В том числе и из Северной Кореи. Вот только в Северной Корее нет выходных точек VPN. В Северной Корее можно выйти только из Северной Кореи. Потом атакуют южнокорейские биржи, нападают на Sony и сливают их фильмы в интернет. Спустя некоторое время после выхода фильма Интервью, которое принадлежит Sony Pictures. Да, это была первая атака, на которой они спалились. Ее назвали местью за усмешку над лидером Северной Кореи. При этом Северная Корея не скрывала своих намерений и угрожала войной. Американцы в фильме Интервью здорово посмеялись над Ким Чен Ыном. Представляют его не богом, а человеком, который трахается с кореянками, плачет, любит американское шоу и слушает в своем танке Кэти Перри. Но фильм в натуре интересный, советую посмотреть без дубляжа на субтитрах. У меня создается ощущение, что Северная Корея ищет деньги всеми возможными способами. Но не только у меня, а у Министерства юстиции США тоже. Один миллиард долларов это почти 10% от предполагаемого ВВП страны. Почему предполагаемый? Потому что никто не знает, что там внутри и какие там у них цифры. Но удивляет то, что те, кто разрабатывали Пхеньян, Рейсер, вот эта игра гениальная. Они же и разработали самые мощные вирусы, которые атаковали всю планету. Группировку до сих пор не поймали. Это, кстати, тоже навеивает мысли. Типа они там сидят у себя в Северной Корее, да, и вот попробуй как к ним проберись. Это тоже очень хороший, кстати, ход. Вот, да, закрыли страну, посадили у себя там всех, а сказали, опа, вот чё, куда хотите, к нам, да, а по какому поводу, и всё. А у них там за спиной самые лучшие хакеры в мире. Интересно, за группировкой до сих пор наблюдает полиция всех стран мира. А крупные компании в сфере защиты объединились для борьбы с ней и начали компании с красивым названием «Блокбастер». Лаборатория Касперского в их числе. Но всё это кажется игрушками по сравнению со «Стакснет», первым в мире настоящим кибероружием. Его обнаружил Сергей Уласень из белорусской вирус-блокады, который теперь работает в лаборатории Касперского. «Стакснет» входит в те самые 0,1% пирамиды кибератак. Редчайшие и очень сложные вирусы. «Стакснет» для обычных пользователей не представлял опасности. Обычные пользователи являлись просто переносчиками вируса. Вирус спал на их устройство. Но попадая на промышленные контроллеры «Сематик С7», вирус просыпался и начинал диверсию. Так, на заводе по обогащению урана в Иране вышли из строя больше тысячи центрифуг. Они должны были вращаясь разделять изотопы урана. Но после заражения разогнались до такой скорости, что просто разлетелись. Иранская ядерная программа была отброшена на несколько лет назад. Но на этом история мощнейшей кибератаки не заканчивается. Дело в том, что добраться до оборудования на том заводе было невозможно. Оно не было подключено к интернету. Да и вообще было защищено так, что даже при ядерной бомбе завод бы сохранился. И там бы ничего не пострадало. Это значит, что оборудование было взломано офлайн. Сначала хакеры заразили компьютеры пяти компаний, которые поставляли оборудование для этого завода. Вирус распространялся. И по теории вероятностей, рано или поздно, кто-то бы из сотрудников перенес на зараженные флешки вирус непосредственно в контроллеры центрифуг. То есть, черв гулял по всему миру. Ничего не делал полгода, год. Он ждал, пока попадет в нужное ему оборудование. И как только попадал, просыпался и начинал атаку. Он знал каждую операционную систему. Проверял каждое устройство, на которое попадал, чтобы понять, как близко он находится к цели. Это все равно, что запустить марсоход на Марс, прописать ему все действия и ни разу не управлять во время миссии на Красной планете. Написать такой вирус непросто. Это, повторюсь, все равно, что запустить спутник в космос, и для этого нужны огромные ресурсы. Возможно, даже ресурсы целого государства. Хакеры — это, как правило, талантливые программисты. Но некоторые из них без чувств совести. Им нравится кодить и зарабатывать, но не хочется подвергать себя риску быть пойманным. Поэтому они часто выкладывают вредоносный код или просто найденные уязвимости на специальные биржи. А те, кому они нужны, покупают их. В них, как и на обычных биржах, есть брокер. Он берет комиссию, проверяет подлинность вируса и гарантирует передачу денег от заказчика. Вирусы покупают не только заказчики там от компаний и хакеры, но и сотрудники ФБР. В 2016 году, когда Apple отказалась разблокировать телефон стрелка из Сан-Бернардино, ФБР купила дырку в операционной системе у серой компании за 1 миллион 300 тысяч долларов, чтобы разблокировать телефон стрелка. Самые дорогие продукты — это уязвимости, для которых пока не придумана защита. Они называются Zero Day, то есть уязвимости нулевого дня. В зависимости от платформы могут стоить десятки и даже сотни тысяч долларов. Самые дорогие для iOS. Но есть вирусы, которые покупаются, переделываются и снова продаются десятки раз. Так произошло с вирусом Zeus. Разные его версии работали как и для Windows, так и для Android и даже для BlackBerry. А ведь они считались самыми защищенными. Zeus — это банковский троянец. Попадая на устройство, он ждет, пока пользователь зарегится на сайте банка или ведет пароли. Потом уводит его пароли и отправляет деньги другим зараженным пользователям, чтобы в конечном итоге перевести их мошеннику. Во всей этой цепочке микротранзакций найти мошенника почти невозможно. Вирус появился в 2007. Много раз мутировал, но раскрыть главаря удалось только в 2014. Им оказался Евгений Богачев из России. За его голову ФБР назначило награду в 3 миллиона долларов. Но он до сих пор не пойман. Но это не самое удивительное. Сама идея такого вируса стала настолько популярной, что разные его модификации появляются до сих пор. Вирус наделал столько шума, что стал даже в некотором смысле классическим. Теперь его код на перегородке в лаборатории Касперского. На стекле много информации, но мы зависли на смайлике. В лаборатории есть даже специальные загоны для вирусов и специальные виртуальные машины, на которых запускают вирусы и смотрят, что же делает код внутри них. Например, программа начинает собирать разные пароли, менять стартовую страницу браузера, качает и устанавливает другие программы, включает камеру и шпионит за пользователями. Программа думает, что это настоящий компьютер, но на самом деле ей только это снится. Все, что она натворила, откатывается назад, а вирус таким образом ловится с поличным. Но самые умные вирусы понимают, что они не на настоящем компе. Приходится имитировать движение мышью и нажатие на клавиатуру, чтобы было реалистично. Это шутка. Все на самом деле происходит виртуально. Там же разрабатывается защита для заводов от таких вирусов, как Stuxnet. Специальный алгоритм, который как бабка у подъезда, наблюдает за производством и видит, когда происходят аномалии. Например, где-то повысилось давление, или центрифуги слишком быстро крутятся. Это аномалия. Нужно разобраться и позвать человека. Но на темной стороне тоже не дремлют. Каждый день там появляются новые атаки, которые только предстоит изучить. Сейчас такое время, когда умные устройства внедряются в наши тела. Я говорю о киборгах, людях с протезами и искусственными интерфейсами. Для них взлом таких устройств может представлять угрозу для жизни. Вице-президент США Дик Чейни пережил 5 сердечных приступов еще до того, как ему исполнилось 37. Чтобы жить, ему необходим был кардиостимулятор, управляемый по радиосвязи. В 2007 году он отказался от этой опции и пересадил сердце донора, потому что боялся, что террористы смогут выключить его стимулятор. Именно такая сцена была показана в сериале Homeland. В ней выключением кардиостимулятора был убит вымышленный вице-президент, который принял решение о бомбардировке террористической базы. Такое же было и в игре Watch Dogs. Взламывают не только простых пользователей, но даже израильских военных. Вот недавно взломали, при этом очень простым путем. Через приложения для знакомств. Хакеры знакомились с ними на Фейсбуке, представляясь вот такими вот девушками, а потом предлагали перейти в более удобные для них приложения. Glens Love или Wing Chat. После установки приложения передавали геоданные, лазили в память телефона и подслушивали за хозяевами. Операция по их разоблачению носила красивое название «Разбитое сердце». Проделав такую огромную работу, я не могу пройти мимо советов по кибербезопасности. И хочу вам рассказать и прокачать вашу киберграмотность. Я не буду глубоко нырять, я расскажу о том, что вы можете сделать прямо сейчас. Обязательно удаляйте скриншоты сообщений с паролями, не сохраняйте пароли в браузере, не проходите по ссылкам в комментариях, даже у меня. Обязательно подключите двухфакторную аутентификацию везде, на всех соцсетях и Инстаграме. Пользуйтесь лучше приложениями, а не сайтами магазинов. Они безопаснее. Не пересылайте фотографии своих банковских карт. Для получения перевода достаточно 16 цифр. Срок действия и код на обратной стороне карты лучше держать при себе. Google сохраняет фото и лучше их удалять. Настройте ВК так, чтобы вся личная инфа была видна только друзьям, и ваш профиль нельзя было найти по номеру телефона. По этой же причине не доверяйте тем, кто знает ваше имя. Даже если это служба поддержки или друг, который вы тысячу лет знаете, просит вас выручить финансово в трудной ситуации, обязательно проверяйте. Позвоните ему, скажите, у тебя все нормально, это точно ты. При подключении к Wi-Fi в общественном месте используйте Касперский Secure Connection или другой VPN сервис. Так ваши пароли и другие данные не перехватит злоумышленник. Либо раздайте интернет с телефона, как это делаю я. Не используйте везде одни и те же пароли. Если вы оставляли пароли в ВК или на сайте любителей гусей одни и те же, то, скорее всего, там его могут украсть, а потом зайти к вам в ВК, а это уже ваш цифровой портрет. Скажите себе, пообещайте, что в новом году вы обязательно будете пользоваться правилами кибергигиены. И это гораздо легче, чем встать и пойти в качалку. Чего вы и так не делаете. Спасибо лаборатории Касперского за то, что поделились информацией и предоставили экспертов. Мы с командой несколько месяцев обсуждали с ними киберзащиту. И знаете, я рад был узнать все это и рассказать это вам. Человек по-прежнему остается самым слабым звеном защиты. Просто потому, что он может быть в плохом настроении, быть усталым, с похмелья. Или у него родится ребенок, и он попадется на какой-то развод. Да и в целом, есть угрозы, от которых нельзя стопроцентно защититься, даже будучи сконцентрированным. Для таких ситуаций был создан Касперский Security Cloud. Это решение не просто защищает вас, но и активирует дополнительные функции именно в тот момент, когда они требуются. Например, оно сообщит, если с сервиса, которым вы пользуетесь, произошла утечка данных. Я, например, проверяю через нее, кто подключился к моему роутеру. Я лишь могу порекомендовать вам установить новую защиту, которая отразит большинство атак. Так, пользоваться ей или не пользоваться, это уже решать вам. Но ссылку я оставлю в описании. Если раньше хакеры создавали вирусы ради забавы, то сейчас немного все иначе. Это уже настоящая кибервойна. Мошенничество, кибермошенничество, да, вот эти 90% кибератак, это уже мейнстрим. Сейчас идут атаки не просто на обычных пользователей, а на целые страны. Конечно же, есть разные типы хакеров. И те, у кого есть совести, мирные принципы. И те, кому заработать миллион долларов на нашей невнимательности, это норма. Поэтому я прошу вас распространять эту информацию, делиться этим выпуском с друзьями и просто рассказывать им об этом. И вот, что я хочу попросить. Для меня это важно. Знаете, вот все эти выпуски, вся эта информация, это работа не только меня. Это работа большого количества людей. Я давно прекратил делать выпуски один. И за всем этим качеством, за которым вы наблюдаете из года в год, стоят еще несколько человек, о которых вы не знаете и не видите. И мне очень бы хотелось, прямо от души, чтобы вы написали им в комментариях какое-нибудь теплое поздравление, теплые слова к Новому году. Вдруг мы не выпустим выпуск, да, 31 декабря. Не успеем просто смонтировать. Так что, если у вас есть что сказать по поводу качества и просто обратиться к этим ребятам, я был бы очень рад. Им будет очень приятно почитать что-нибудь от души, написанное вами. И как обычно, прокачивайте свои мозги. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова